Всем привет, друзья! Сегодня я вам покажу, как прокачать ваш офигенный трицепс без железа дома. Вам понадобится только резинка, которую вы можете найти на workoutshop.ru. Ссылка будет в описании. Полетели! Как всегда, я вам буду показывать упражнения, которые будут являться альтернативой для упражнений с железом. Например, разгибание из-за головы. Блин, подмыхи волосатые, извините, конечно, но будет снимать так. Ха-ха, блин, это дичь. Такого нельзя говорить. Сегодня я вам покажу упражнение, которое вы можете делать с железом, с гантелями, со штангой, а также вы сможете делать то же самое с резинкой. Абсолютно те же самые упражнения. Первое упражнение у нас будет разгибание из-за головы с гантелей. И делается это упражнение вот так. Но мы будем его делать с резиночкой. Для этого нам нужно встать на резиночку ногами, какой угодно постановкой ног, узкой или широкой. Заводим резинку за спину. Ставим руки вот в такое положение, чтобы наши локти были направлены вперед. И погнали! Вообще не вижу разницы, что с резиной, что с гантелями. Одна и та же самая нагрузка. Работают трицепсы отлично. Только следите, чтобы у вас руки вот так не расходились. Вам нужно их держать максимально прямо, чтобы включался в работу именно трицепс. Второе упражнение у нас будет вот такое. Разгибание с гантелей в наклоне. Когда вы стоите и бахаете вот таким вот образом, мы будем делать то же самое с резиной. Для того, чтобы выполнить это упражнение, нам нужно присобачить вот эту резиночку куда-нибудь. Я присобачиваю вот сюда, к ручке от двери, от балкона. И смотрите, что нам надо сделать. Вот тут как раз удобная позиция. Встаем вот так. Вот здесь у нас должно быть 90 градусов. Вот здесь. Если вот так, если, короче, вот так будем стоять, то это неудобно будет. Если дальше, то тоже не особо классно. 90 градусов, находим такое удобное положение. И погнали! Трицепс постоянно должен быть в напряжении. Не надо вот так заносить руку. 90 градусов это максимум. Следующее упражнение у нас будет опять с креслом. Для этого нам нужно засунуть нашу резинку под ножки этого кресла. Сзади у нас получится вот такая вот штучка. Дальше дело не хитрое. Садитесь, берете вот так вот резиночку в руки. Немножечко вверх садитесь. Резиночку вверх. Это тоже подобное упражнение, как мы делали стоя, но более для ленивых людей. Садитесь и погнали! Хорошо напрягается трицепс, и вы не встаете, ничего не делаете, сидите и наяриваете себя. Отличное упражнение! А вы догадались уже, какое будет следующее упражнение? Правильно, это отжимания с узкой постановкой рук и еще с резиночкой. Будет сложно-сложно, наш трицепс будет угорать просто. Угорать, сгорать, выгорать, пригорать, все будет делать. Для этого нам нужно сделать вот такую вот штуку. Взять резину вдвое, за спинку ее, поставить руки вот таким вот образом, узко-узко, встать в позицию отжиманий и поехали. Тут одну штучку надо учесть. Когда вы делаете отжимания, у вас руки должны уходить под тело, вот так. Не вот так, не по бокам, а под тело уходят. Тогда у вас будет качаться именно трицепс, а не грузь. Хочу вам показать еще одно упражнение, возможно оно вам больше понравится, чем все остальные. Нам нужно прицепить резинку опять вот сюда, найти такое удобное положение, чтобы у нас рука была 90 градусов. Вот так, да? Чтобы она была 90 градусов у нас согнута, тогда у нас будет хорошо работать трицепс. Встаем, можно рукой вот так придержать, немножко баланс найти, чтобы рука прямо стояла. И делаем вот такое упражнение. Разгибание руки. Хорошо прожигает трицепс. Вы, конечно, можете сказать, что упражнения с резинкой не особо эффективны, как и работа с железом. В каком-то плане я с вами соглашусь, но эти упражнения делаются не для тех людей, у которых есть железо, понимаете, да? Для людей, у которых нет ничего и они не знают с чем работать. Они могут купить просто резинку и заниматься с ней. Это отличный вариант, отличный тренажер для всех мышц. И у нас еще остались одни ноги. Еще будем снимать видео на ноги. Вы просили, я знаю, поэтому снимем. Если же у вас есть какая-нибудь прочная лампочка, либо прочный карниз, за который мамка вас не убьет, то вы можете привесить резину к карнизу, либо к лампочке, либо к какой-то там балке наверху, не знаю, если вы живете на крыше где-нибудь, на чердаке. То берете, привешиваете резинку и начинаете делать вот такие разгибания с резиной. То есть она вверху висит, а вы держите ее вот так и разгибаете, как на тренажере. Все очень просто, хорошее тоже упражнение, но если вас мамка не убьет. Меня убьет, поэтому я такого делать не буду. А так, спасибо за внимание, друзья. Увидимся в следующем выпуске. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok